Приветствую вас, друзья! С вами Шевченко Александр и канал Академии Счастья. Поговорим сегодня о такой теме, как нежелание жить. Каждый человек, бывает, в какие-то критические моменты сталкивается с таким, что у него пропадает интерес к жизни. Да, есть люди, безусловно, такие, которые энергичные, такие целеустремленные, радостные, но даже у них в некоторые моменты включается такое состояние, как не хочется жить. Я не говорю, что люди доходят до самоубийства или причинения какого-то вреда себе. Это внутреннее чувство. Оно включается, бывает, в те моменты, когда вы не чувствуете смысла жизни, или вы чувствуете, что все идет не так, как нужно, что все как-то вот вывернуто наизнанку, что все совершенно не то, что вы хотите получать от жизни. И вот здесь есть очень тонкий и важный момент. Когда вы чувствуете это, бывает, не хочется это переживать, хочется подавить, хочется отстраниться от этого. А здесь очень важно понять, почему это происходит именно с вами. То есть тонкий момент в том, чтобы не отрицать это, не подавлять, а наоборот, соединиться с этим, почувствовать и посмотреть, а что это хочет показать вам. То есть так можно, конечно же, относиться к любому ощущению. Но здесь, почему это очень важно? Потому что это критический момент жизни. Куда вы пойдете? Выберете ли вы поменять маршрут, по которому вы идете, или нет? Потому что вот это ощущение, как нежелание жить, оно зачастую хочет показать о том, что нужно изменить его. О том, что вы идете куда-то не туда. И оно как бы говорит вам, вот смотри, ты уже настолько как бы пошел не в ту сторону, что вот я вот это вот как аспект, как нежелание жить, хочу показать тебе, что это совершенно неправильно, что ты идешь не в том направлении, что тебе нужно поменять свой маршрут и двигаться в другую сторону. И вот когда вы прислушиваетесь к этому, то есть не отвергаете, а чувствуете, а что ты хочешь мне показать? Покажи мне это, да? И оно вам показывает. То есть это как связь, то есть как восстановление целостности. Потому что очень многие есть вещи, которые мы не ценим, не хотим принимать, не отвергаем, чувствуем, что это не наше, хотим как-то отстраниться от этого. Таких вещей накапливается уйма, огромное количество. И чем больше таких вещей, тем сложнее нам получается жить. То есть мы начинаем все больше и больше как бы уходить от настоящего себя, от своей жизни. Человек, каждый, у него есть определенная как миссия, как призвание. То есть и он ее может понять, осознать и двигаться по этому пути. Понять кто он, куда он идет, зачем ему эта жизнь. То есть потому что мы сами вкладываем в нее смысл. А если, конечно, мы чувствуем жизнь абсолютно бессмысленной и нам не хочется жить, то для чего эта жизнь? Вот. И получается, что мы можем ее изменить. Вот в эти критические моменты, это как раз тот важный момент, когда это нужно сделать. Поэтому давайте сделаем такую практику сейчас. Мы закроем глаза, войдем вот в это состояние медитации. Закройте глаза, почувствуйте пространство, создайте его, создайте себя в этом пространстве, почувствуйте ваше тело в этом пространстве и почувствуйте ваш смысл жизни, то есть для чего вы живете. Вот ощутите его в полной мере, насколько вы это можете. Ощутите вот вашу миссию, ваше предназначение, то, как вы живете, то, для чего вы живете. И потом почувствуйте, есть ли какие-то вещи, какие-то состояния, которые приходят вам и которые включаются, вот, и, ну, скажем так, мешают вам жить, мешают вам осуществлять эту миссию, приводят к какой-то бесполезности, к такому, к нежеланию жить. Вот, почувствуйте это. И когда вы почувствуете вот это состояние, сделайте глубокий вдох-выдох и сделайте формулу принятия. Несмотря на то, что я чувствую нежелание жить, я принимаю и люблю себя, свое тело и свою личность. И это нежелание жить. И потом снова, вот, продолжите, находясь в этом медитативном состоянии, рассматривать, что происходит в вашем окружении. Если появляется какой-то аспект, который говорит вам, ну, вот, все равно вы чувствуете, да, вот, например, он говорит, я там хочу донести до тебя, что жить – это неправильно, да, что жить не нужно, что это все бесполезно. Не отталкивайте его, а скажите, да, я понимаю тебя. Хорошо, да, вот, представь, что я это понял, да, что я осознал, что жить – это бесполезно, что вот я это четко и ясно понимаю. Как бы подтвердите ему это, что он донес свое сообщение, донес свою миссию, выполнил ее. Вот, и потом, когда он это сделал, донес свою миссию, выполнил свое предназначение, посмотрите, какой аспект стоит выше над ним. То есть, это может быть какой-то другой аспект, который хочет показать вам, например, смысл жизни. Вот он показывает вам смысл жизни и хочет направить вас куда-то. Соединитесь с ним, поблагодарите его за то, что он делает. И как бы вместе с ним прочувствуйте, что он выполнил свою миссию, чтобы вот он донес до вас смысл жизни. Почувствуйте этот смысл жизни. Вот. И потом у вас пройдет такое, как бы, ну, соединение с этим аспектом, да, то есть вы не будете чувствовать его отдельно от себя. И дальше посмотрите, какой аспект стоит еще выше над ним. И так вы дойдете до состояния, когда там будет, как такая пустота, как вселенская пустота, и там больше ничего не будет. То есть, вы исчерпаете вот эту цепочку целей, и вы почувствуете, что тут больше ничего нет. Там пустота. И я чувствую эту пустоту, и одновременно я чувствую себя целостным, цельным. Потому что, когда мы отгораживаемся от этих каких-то вещей, от аспектов, которые на нас влияют, то мы находимся в состоянии отделенности. Поэтому цель – это состояние целостности. Отсюда и слово «цель». Мы восстанавливаем свою целостность. И также людям в процессинге, вот, я помогаю восстановить целостность. И они осознают свой смысл жизни. То есть, мы делаем как раз эти сессии. Вот я немножко кусочки показал вам определенных практик. Мы делаем сессии для того, чтобы восстановить целостность. И тогда вновь восстанавливается смысл жизни. То есть, человек понимает, зачем он живет, для чего, как это у него происходит. И он, получается, перестает сбегать от жизни. Он живет полноценно, радостно, счастливо. И у него появляется вновь желание осуществлять свои цели, то есть жить в полной мере. Поэтому, друзья, вот сделайте те практики, которые сегодня я показал в видео. Вы можете их делать самостоятельно. Можно их делать с другим человеком. Так будет более эффективно. То есть, с процессором, с обученным человеком, который делает это уже на профессиональном уровне. Вот. Вы можете обратиться ко мне за бесплатной консультацией, где я покажу, расскажу, выслушаю ваше состояние. И мы вместе определим, как можно его улучшить. То есть, не то, что я буду давать какие-то советы, а я расскажу, как можно улучшить это состояние. И дальше вы уже решите, то есть, или самостоятельно можно будет это проработать, либо можно будет это сделать вместе со мной. Поэтому, друзья, мои контакты указаны под этим видео. Вы пишите мне в личные сообщения. Быстрее всего я отвечаю в Viber. Можно писать в Telegram, в WhatsApp, в Facebook, в любой соцсети, которая вам больше всего подходит. И, конечно же, если это видео вам понравилось и было интересно, то поставьте отметку «Нравится». Подпишитесь на мой канал, если еще не являетесь его подписчиком. Колокольчик включите для напоминания о новых видео. Они выходят у меня на канале ежедневно. И, конечно же, я буду рад видеть вас среди своих друзей. И мои контакты указаны под этим видео. Также мои книги указаны. Можете их скачать, прочитать и написать свои комментарии. Если вы хотите помочь каналу, то тоже там все реквизиты указаны. Я вам желаю счастья, осознанности и всего самого наилучшего. Сейчас посмотрите видео, которые появились на вашем экране. Там также мой сайт и подписка на мой канал. Я вам желаю счастья, гармонии. И мы увидимся совсем скоро в следующем видео. До встречи.